Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры». С вами Мария Шматкова. Мы продолжаем знакомить вас с фейс-фитнесом. И сегодня вы узнаете о том, как проснуться благодаря фейс-фитнесу. И наш тренер Елена Федотова расскажет все поподробнее. Итак, Лен, как же можно не просто проснуться, а идеально проснуться, чтобы оставшийся день был просто наполнен красотой и молодостью. Доброе утро! Маша, спасибо, что приехали в этот ранний час ко мне в гости. Расскажу, с чего начинается мое утро. Первое, что я рекомендую для здоровья, красоты и молодости – вставать в одно и то же время. Желательно, независимо от того, это праздничный день или будний день. Это поможет вашему организму хорошо настроиться на свой ритм. Второй момент. Часто бывает такое, что когда люди встают, они делают какие-то очень быстрые, резкие движения. Во-первых, не стоит прям сразу наклоняться, одевать какие-то тапочки. Постарайтесь делать это медленно и сконцентрируйтесь все на пробуждении. Не на мыслях о том, что предстоит сегодня делать, а именно непосредственно в процессе пробуждения. Можно потянуться, выгнуться и уже приступать к своему идеальному утру. Еще мое одно правило. Я рекомендую вставать на 15 минут раньше, правило 15 минут, чем ваша семья. В этом случае все, что вы сможете сделать, это будет ваше личное время. Оно наполнит вас энергией и вообще целый день пройдет совершенно иначе. Вы будете себя по-другому ощущать, если вы посвятите себе это время. Если будет, как обычно, быстрее-быстрее каша, там все остальное, всех собрать в школу, в садик, то в этом случае у вас будет некоторое такое ощущение, как сказать, такой уже тревожности с утра. Попробуйте хотя бы раз начать такой день с утра с 15 минут. Лен, ну так делись скорее секретом, из чего же начинается твое идеальное утро. Итак, я очень люблю делать с утра упражнение на осанку. Оно называется полет. Вот. Значит, как оно выполняется? Я отвожу руки максимально назад. Я буду навстречу тебя лететь. Мы стоим на носочки? Да, ноги на ширине плеч и мы приподнимаемся на носочки. При этом макушка у нас тянется к небу, копчик к земле. Слегка копчик подкрутим, чтобы у нас не было прогиба. И стоим в таком положении 30 секунд. В этот момент у нас опускаются плечи. Формируется красивая осанка, вытягивается шея. После этого упражнения очень легко держать осанку. Зачем? Это такая тренировка. Зачем нам нужна красивая осанка? Для красивого овала лица, для высоких щек, для красивого цвета лица. Потому что шея – это мостик между телом и головой. В общем, от осанки одна только польза. Опускаемся медленно вниз и наклоняемся вперед. Округляем спинку, расслабляемся. Отлично. И желательно свое идеальное утро начать со стакана воды. Потому что один из главных факторов такого самоомоложения – это вода. Она у нас есть. Это же твой стакан. По целому стакану воды. Значит, сколько надо пить воды в течение дня? Порядка 30 мл. Очень много разных противоречий. И кто-то советует много пить. Кто-то говорит, наоборот, мало. Кто-то такую воду, кто-то другую воду. Вот все-таки, что говорят специалисты и на своем личном опыте? Как ты считаешь, сколько нужно оптимально выпивать воды в день? Я могу сказать следующее, что сухая кожа – это отсутствие необходимого количества воды в организме. А наличие целлюлита – это тоже недостаточно воды в организме. Вода вывозит все токсины. И если вы вспомните, когда человек рождается, вообще у маленьких детей, у них достаточно высокий процент содержания воды в организме. И потом, чем мы становимся старше и старее, тем у нас ее все меньше. Вода помогает нам и сама омолаживаться, и восстанавливаться клеткам, вводить токсины. Поэтому в моем случае, вот я рекомендую на своем личном опыте, мне очень нравится пить воду. Значит, рекомендую по 30 мл на килограмм веса в течение дня выпивать. Как выпить такое количество воды? Очень просто. По стакану воды каждый час. Начинаем с утра. Пить воду? Пить воду можно маленькими глоточками. Она должна быть кипяченой, не кипяченой или просто фильтрованной. Какой должна быть вода? Вода должна быть, самое главное, комнатная температура. То есть она не должна быть ни холодной, ни горячей. Это самое полезное, что вы можете сделать для своего организма. Если мы говорим про воду, откуда ее брать, какого качества, то я могу сказать следующее, что в руках женщины огромная сила. И вода обладает очень хорошей информационной проводимостью. То есть, в принципе, каждая женщина может своими руками структурировать воду. То есть вы вложили какую-то информацию, которая вам нужна для вас, для вашей семьи. Вот целый графин зарядили этой водой. Ваша семья пьет, и они будут здоровы, и вы будете даже счастливы, здоровы. Рекомендую. То есть, в принципе, независимо от того, стоит ли фильтр у вас на воду, можно ее... В моем случае, да. То есть, я узнала эту информацию от одного очень известного человека, который занимается водой. И она продемонстрировала нам опыт, что вода, независимо от того, где вы ее взяли, из какого источника, конечно, желательно, чтобы это была очищенная вода. Но сила вся именно в ваших руках вы можете зарядить и структурировать абсолютно любую воду. Так, мы выпили воду. Что мы делаем дальше? После того, как мы выпили воду, что я делаю? Мы идем умываться утром. Потому что любые средства, они лучше впитываются на красивую, хорошую, очищенную кожу. Значит, что я буду сейчас показывать? Я буду показывать комплекс для занятых женщин, у которых очень много забот, и не так много времени на, вот, скажем так, все-все-все утренние процедуры. Мы будем делать классические утренние процедуры, совмещать их с некоторыми упражнениями. Я надеюсь, вам понравится. Прохладной водой делаем такой аквамассаж. Смотрите, 10-20 таких умываний снизу-вверх. Всегда подключайте визуализацию. Сразу ставьте перед собой цель, какое лицо вы хотите иметь. Красивое, молодое, подтянутое, кругая кожа, высокие скулы, распахнутый взгляд. Вот таким образом мы делаем умывание. Вытираемся. После умывания я сейчас вас научу, как делать лифтинговый комплекс по утонику. Потому что после того, как вы умылись, необходимо восстановить водно-липидный баланс кожи и убрать остатки хлорированной воды, которая у нас отсчет из-под крана. Я использую гидролаты цветочных вод. В данном случае у меня будет вода гомомелиса. Ты будешь делать со мной? Я буду наблюдать. Хорошо. Значит, смотрите, вы можете использовать тоник с таким донатором или, например, вот с таким распылителем. Может быть, кстати, с таким сейчас будет удобнее. Вот вы наносите средство на лицо. Значит, тоника должно быть достаточное количество, чтобы у вас руки скользили. Поскольку все равно надо ждать минуты-две, пока тоник высохнет. Поэтому за это время мы будем делать, в следующем будем делать лифтинг по тонику. Итак, мы ставим основание ладони на подбородок. Мы будем открывать-закрывать рот. И в этот момент у нас будут руки передвигаться к ушам. И еще раз. Вот видишь разницу? У меня как достойник, у меня руки прям скользят. То есть наша задача, чтобы основание ладони прошли вот по косточке, по линии челюсти. Сейчас мы с вами будем приподнимать и практически разглаживать наше лицо вот в области щек. В центр лица ставим основание ладони вот так вот около носа. Будем делать то же самое движение. Открывать-закрывать рот, а руки будут ехать к ушам. Давай. Угу. Так. Угу. Отлично. Теперь мы поработаем с вами височную зону виски. Как вы знаете, мы рассказывали уже в предыдущих передачах, что вот этот открытый взгляд, приподнятый уголок глаза и приподнятый бровь за это отвечают у нас височные мышцы. Мы ставим основание ладоней на висок, вот так вот. И делаем то же самое. Открываем-закрываем рот, и у нас ладони передвигаются по височной мышце наверх. Угу. Давайте еще раз. Обязательно надо делать по тонику или по какой-нибудь сыворотке, чтобы у вас был скользящий эффект. Вот. И поскольку я, когда объясняю, у меня тоник быстро высыхает, когда вы делаете сами, это происходит намного быстрее. Я еще раз не мочу. Можно еще эту зону прокатать следующим образом. Вот так вот открываем-закрываем глаза. И тоже три раза у нас ладони, основание ладони продвигается по височной мышце. Мы будем наши мышцы, наше лицо? Это очень хороший бодрящий утренний самомассаж, который совмещается вместе с тоником. То есть идет очень хорошая тонизация кожи, и лицо разглаживается, и есть еще воздействие на лицевые мышцы. То есть у вас будет такой тонус, хороший тонус лицевых мышц. И последнее движение мы ставим основание ладони над бровями. И мы будем открывать и закрывать глаза плотно. А основание ладони будет продвигаться к линии роста волос. Делаем так три раза. И вот вы, получается, вот таким основанием ладони и этим движением просто прокатываете свой лоб наверх. Посмотрите, как хорошо открывается взгляд, как вообще раскрывается лицо, и оно стало светлее и свежее. Вот смотрите, прошло буквально две минуты, и вы уже выполнили прекрасный лифтинговый, суперлифтинговый комплекс для лица. И для этого вам понадобились только ваши руки и ваш любимый тоник. Что еще можно добавить в этот комплекс? Упражнение «Распахнутый взгляд» мы ставим пальчики на круговую мышцу глаза. Мы широко раскрываем глаза. Прищуриваемся, раскрываем, прищуриваемся, раскрываем, прищуриваемся, раскрываем, прищуриваемся. Снимите напряжение. Пальчиковый душ. И в завершение этого образа мы с вами сделаем красивые пухлые губки сами себе, вернем красивый объем. Плотно прижимаем пальчики к окологубной зоне. Теперь губки выдвигаем вперед. Какого-то вы хотите кого-то поцеловать. Расслабились. Вперед. Расслабились. Самое главное, держите плотно пальцы окологубной зоны. Окологуб. Вперед. 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 Молодец, Маша. Вперед. 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 Все. И делаем легкие такие надавливающие движения. Щипковый массаж. Не наружу, а как будто бы вовнутрь вы хотите слегка продавить. Окологубную зону. Тем самым убираются мелкие морщинки, которые могут закладываться. И восстанавливается красивый цвет губ. И объем. Посмотрите, как красиво приподнимается в этот момент губа. И при этом вы остаетесь, естественно, со своими губами. Со своими губами. И сохранится и объем, и цвет. Так, хорошо. Что еще надо добавить в утреннюю процедуру? Так, это нанесение кремов и массаж шейно-воротниковой зоны. Так, для ухода за шеей нам понадобится молочко для тела или ваш любимый крем для леса. Он тоже подойдет для шеи. Желательно, чтобы была такая скользящая консистенция, потому что мы будем делать массаж. Мы наносим необходимое количество снизу вверх на шею. Знаете, что шея – это наш паспорт. И, как я говорила, шея – это мостик между лицом и телом. По ней сразу можно определить возраст человека. Да, это абсолютно точно. Так, ставим, вот таким образом ставим руку. Идем по передней поверхности шеи. Нажимаем, просто слегка-слегка ведем. Подходим к овалу лица. Пальцами проходим по линии нижней челюсти, к уху и по боковой поверхности вниз. Смотрите, вверх, к уху, вниз. Вверх, к уху, вниз. Вверх, к уху, вниз. Вверх, к уху, вниз. И вторую половинку делаем тоже. Не давите. Чем меньше у вас будет складочек под пальцами, тем, значит, вы делаете правильно и нежнее. Если вдруг они собираются, значит, необходимо нанести еще средство, чтобы у вас был хороший скользящий эффект. Можете использовать для этого молочко или сыворотку. В общем, что-то, благодаря чему будет хорошее скольжение. Для экономии времени. Мне кажется, прям кровообращение улучшается. Улучшается цвет лица сразу. Вообще тургур кожи напрямую зависит от состояния шеи. Если вдруг с утра вы просыпаетесь, отечность. То есть надо... Для чего мы делаем это упражнение? Для осанки. Потому что на любое вот такое вот действие, когда вы согнулись, нужно обязательно противодействовать. То есть нужно постоять таким образом. Если вы сидите целый день за компьютером, например, вот в таком состоянии, то потом обязательно надо встать и выпрямиться. Потому что у вас будет формироваться привычка ходить с красивой осанкой. Так, ну что, мы сделали сейчас упражнения на шею. Их можно делать точно так же, принимая душу. То есть в душ пошли, и как раз под водой вы очень быстро это сделаете. Когда у вас снова уже войдет в привычку делать такие движения. Что дальше, Лена? Так, что дальше? После того, как мы с вами нанесли тоник и сделали массаж шеи, дальше мы можем сделать или нанести маску на лицо, и с ней походить 10-15 минут и пойти готовить завтрак для себя и для своей семьи. Или, если нет времени совсем, то что мы делаем? Мы наносим крем на лицо, тоже по специальной методике. Значит, как я наношу крем. Распределяем крем на все лицо. Делаем легкие, такие похлопывающие движения. Пальчиковый душ. Еще можно делать вот такие упражнения. Это называется улыбка солнцу, благодаря которому приподнимается наше лицо. Формируется очень красивый овал лица. И вы будете улыбаться, не улыбаясь. То есть вам надо сейчас представить, что вы рисуете себе улыбку прямо до висков. Подключайте обязательно визуализацию. Потому что у вас должно быть так. Вижу цель, не вижу преград. Вижу красивое лицо. Вижу красивое лицо. Нет морщин, нет отечности, нет кругов под глазами. Только красивое, молодое, сияющее, естественное лицо. Какой крем можно носить с утра? Я рекомендую летом и осенью, когда яркость солнца. Вы можете использовать крем с SPF. В этом случае отражаются солнечные лучи. И вы избегаете процесса фотостарения, образования мелких морщин на лице. Что еще я рекомендую для девушек в качестве ежедневного, ну не ежедневного, но периодического ухода, что можно сделать быстро для вашего идеального утра, это патчи под глаза. Вот такие вот гидрогелевые южнокорейские патчи. Мы наклеиваем их прям под реснички. Вот таким образом, видите? Вот так. Что делают эти патчи? Во-первых, они уменьшают отелочность под глазами, если есть. Они уменьшают синякие круги под глазами. Убирают, смягчают гусиные лапки. И прекрасно увлажняют кожу под глазами. Вот без них вообще никуда. Особенно, если на выход куда-то. А в чем преимущество патчей? Например, такого цвета, потому что бывают черные, золотистые и так далее, прозрачные. Честно, я когда спешу, я могу прям вместе с ними выбежать, сесть в машину и уехать. И уже потом их снять по моменту того, как я приехала. Потому что нужно минут 30-40, чтобы с ними побыть. Если у вас странят столько времени, то и вам не надо идти на общественный транспорт. В принципе, можно выбежать спокойно с такими патчами. Все, кто их хоть раз попробовал, эти гидрогелевые южнокорейские патчи, то потом они становятся палочкой-выручалочкой в современном уходе. В принципе, для утренних, для экспресс-лифтинга и ухода, ежедневного ухода, это, пожалуй, основные такие параметры. А так, в свои утренние 15 минут вы можете добавлять все, что угодно. Упражнения на тело, медитации на хороший день, приготовление какой-нибудь вкусной маски для вашего лица. В общем, все, что понравилось. Самое главное, чтобы вы каждый день посвящали себе эти 15 минут. На 15 минут вставайте раньше, чем ваша семья и занимайтесь только собой. Следуя таким нехитрым советам, вы надолго сохраните свою молодость. И красоту вы смотрели программу «Реальные кадры». В следующей передаче мы расскажем о фейс-фитнесе на ночь и о том, что дает такая тренировка нашему лицу, пока мы спим. Спасибо, Лена, огромное. Всего доброго. Оставайтесь на канале ОТВ. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok